привет youtube привет мужики в общем укорачиваю мосты решил все-таки запилить видосик по укорачиванию делаю на колею 70 сантиметров сейчас покажу как это будет происходить в общем чудо мост который в прошлом видосе мне попался кто не видел вот тут будет ссылочка на видос переходите смотрите так ну первым делом понятно дело отрезаем флянцы флянцы буду отрезать прямо по центру шва это ни для кого не секрет одно одна сторона и другая сторона в общем сейчас отрезаю и посмотрим что дальше буду делать итак мужики отрезал я флянцы прям по шву прекрасно отрезались вообще замечательно и теперь надо из общей длины выкинуть 60 сантиметров так что получилось колея 70 это без барабанов если ставится будут барабаны на тормоза да то нужно выкинуть из общей длины 62 сантиметра это чтобы было ровно по центру колея будем так говорить все это уже он расчеты провел свои будем так говорить в общем один мост у меня будет стоять без барабанов на другой мост я буду ставить барабаны тормоза для чего для того чтобы диск тормоза не ставить на кардан то есть исключить этот диск вообще из клинерса будем то горить пускай будут самая нижняя часть это вот эти вещи редуктора скорее всего будут стоять правильно хвостовиками вниз так задумано в общем смотрите здесь я отрезал вот так вот цепляюсь и отметил ровно 19 сантиметров это без без барабанов будет здесь будут стоять барабаны значит минус сантиметр учитываем толщину сейчас отмечаю 18 сантиметров сюда не 18 сантиметров туда так разметил вот отсюда от края до 18 сюда 18 сюда или вот от спиленного края до не ровно будем говорить 31 сантиметр учитывая то что еще будет пропил болгаркой вот ровно 31 сантиметр никаких проблем в этом нет значите такой лайфхак мужики там спрашивали чем чем рисуешь на металле до обычной мужики вот корректор карандаш этот понятно да все рисует капитально все что хотите и как угодно здесь железный вот где камеру здесь железный наконечник ничего с ним не происходит все равно это будет сейчас вырезаться в общем все линии обалденно рисует и когда даже сваркой варишь либо болгарка режешь не выгорает не стирается сейчас только засохнет все капец самая удобная штука хватает надолго и не пересыхает в отличие от маркеров где-то чуть-чуть грязь и все он уже не не пишет не рисует так все пилю по этим говорится по этому размеру не буду я подчерчивать по кругу вот сейчас как поставлю болгарку так и отпилю принципе сейчас покажу ровно криво косо вот как получится так и отпилю так повторюсь еще раз 31 сантиметр выкидываем с учетом того что здесь будет стоять барабаны на этом мосту на этом мосту мужики выкину 30 сантиметров так что смотрите там барабанов не будет это она в Так, вот такой коротышек получился, можно прекрасно видеть, да, как криванул, что здесь криванул, что здесь криванул. Все, теперь сейчас буду варивать флянцы, мужики, варивать флянцы буду ровно, даже вот эта кривизна мне никак не помешает их варить ровно. Так, мужики, еще один момент такой, вот, на один мост привариваю квадратные флянцы, на другой мост привариваю вот такие круглые, так, чтобы симметричненько смотрелись одна сторона, соответственно, с другой, вот, как-то так. Так, мужики, ну, что же для этого нужно, да, чтобы ровно все это варить, даже не имея полуосей, не обрезая, просто заготовить заготовочки. Сначала занимаемся одним, потом делаем уже полуося конкретно под этот мост. Но нам помогут, конечно же, конечно же, вот эти вот, мужики, шайбухи, шайбухи, вот, те самые шайбухи, которые я сделал для сбора, сборки, да, передней балки. Вот, кто не видел, видосик также будет вот здесь вверху, переходите, смотрите, я там показывал, объяснял. Так, нет ничего проще теперь, как эти флянцы прикрутить к этим шайбам. Они прекрасно подходят, что по этим отверстиям, по большим, что вот можно меньшими болтами прикрутить их вот таким образом. Сейчас покажу. Вот так вот вкинул болты. Это те болты, которые держат редуктор, вот, использую их. И вот вставлю не в большие, а вот те, которые для направляющих. Вот. Ничего не рассверливая. Одной рукой неудобно чуть-чуть. И болты держать, и вставлять. Все. Вот таким образом теперь нужно его прикрутить. В одну сторону. Выставить нужный размер. Сейчас я скажу, какой размер. Прикрутить второй флянец. И поставить между ними чулок. Итак, установил, значит, вот эту шайбуху. Прижал струбциной. Место произвольное. Теперь сейчас рулеточкой. Я уже отметил, конечно. Вот так упираюсь в шайбу. И отмечаю. Ровно 64. 64 сантиметра. Это для... Для моста без барабанов. Ровно, чтобы была колея 70. Для моста с барабанами. Где я отрезал. Отмерял до 18 сантиметров. Здесь нужно будет поставить... Да, я сейчас, в принципе, покажу. 62. То есть, учесть толщину барабанов. Вот. Поэтому сейчас ввариваю чулок на колею 70 без барабанов. Все. Ставим теперь вот так вот его по меточке. Вот. Со всех сторон смотрим. Все. И сейчас чулок между ними ставлю. И прижимаю струбцины. Это, в принципе, сейчас покажу. Все. Дальше надо его вот таким образом как-то подпереть. И тут уже выставить так, как нужно. Вот, мужики. В принципе, ничего сложного. Руками ничего держать не надо. Полуоси не нужны. Выставил нужный размер. Все. Осталось только обварить. Даже вот такие вот криво запиленные мосты, да, чулки, очень легко и просто настраиваются и выставляются в нужный размер. Всего лишь при помощи нехитрого приспособления. Делал для, все-таки, да, повторюсь, делал для сбора балки, да, для облегчения удержания передних ступиц. Оказывается, штука универсальная. Подходит даже и под укорачивание мостов. Вот. Поэтому все на потоке. Все нужно делать очень, очень быстро, удобно и без лишних, так говорится, головников. Все. Сейчас обвариваю и посмотрим. Также аналогичным способом прикрутил круглые флянцы и сместил уже на 62. Сейчас ставлю мост, ставлю шайбу, край шайбы, прям вот внутренний, на 62. Прихватываю вот таким образом, снимаю и уже два чулка обвариваю сразу. Так, ну, в принципе, на этом можно видосы закончить. Полуоси видели, как я укорачиваю? Вот, кто не видел, ну, оставлю еще здесь вот ссылочку. Вот, переходите, смотрите, все прекрасно там, понятно, как укорачивать полуоси. Так, ну, что, все заварилось замечательно, вот, никаких проблем вообще не испытывал с тем, что был чулок зарезан там чуть неправильно, да, не стал я там заморачиваться, там его вымечать, вымерять. В общем, делов тут, я не знаю, на час работы на два моста, на два чулка. В общем, вот эта штукенция все-таки выручила. Не стал я сразу и полуоси обрезать, потом все это дело редуктор ставить, потом вставлять полуоси. Все равно там на весу это дело как-то все равно не то, мне кажется, можно там и кривануть. А здесь уже конкретно, капитально все, как один раз настроил, вот эти вещи, подугольник, под все дела. Вот, и теперь ими будут пользоваться. Универсальная штукенция получилась вообще шикарно, мне нравится. Любой размер, абсолютно любой, какой надо, поставил, все, никаких проблем. Все ровненько, симметричненько, параллельненько. В общем, кому понравилось, мужики, о, на белом фоне, да, ставим лайкосик, комментируем. Кто занимается, делайте, не пожалеете. Не пожалеете вообще, ускоряет процесс вот этих всех делов. Просто экономит время, я не знаю, просто экономит время, капец как экономит. Ладно, всем пока. С вами был Санек, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok